очагов тв представляет помните очки как ваша хорошо чем занимаетесь разговариваю с вами в чат рулетки радует о чем разговариваете но войне чем же еще вы любите войну нет конечно нет но это самая насущная тема хотя вы знаете давайте не о войне на самом деле ну наконец у кого-то о чем основе смысл давайте не о войне давайте поговорим как вы думаете вот вы знаете сын кадырова избил заключенного на камеру и кадыров официально так сказать публично похвалил его следственном изоляторе как вы к этому относитесь кто кто из них нарушил закон кто прав кто виноват давайте вспомним так начнем с 93 мнение давайте разберем потом начнем а вот именно вы хотите прямо счет кадырова да как вы думаете какой-то закон вы на каком месте хотите оказаться на месте сына кадырова нарушил закон кадыров сам нарушил или нет вы не слушаете а полу ну бывает вы на каком месте на мой вопрос ответить невозможно я вас спрашиваю я же вам задал вопрос а вы меня на мой вопрос начали давать свои так не работает когда я же вы его просто вы отвечаете а понятно со мной так не работает он начинает девяносто третий год я понимаю тема неудобно не войне он хотел поговорить владимир добрый вечер здравствуйте есть томска даже не знаю хотел сказать что хорошо вам потом подумал даже не знаю хорошо это или плохо а вы вообще про томска ну да томска превращается в деревню очень я прям я была студентка когда ходорковский был из югосом в томске сколько он вкладывал образование и тогда деньги с нефти были в регионах как бы это было хорошее время город развивался очень хорошо сейчас здание юкоса теперь это арбитражный суд очень очень символично да 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 согласен и что как вы я так понимаю что вы человек не самых традиционных для россии взглядов традиционных на самом деле традиционных то есть вы поддерживаете войну нет нет на самом деле поддерживают войну в россии я считаю что маленький маленький процент ну как маленький вы знаете процентов 90 точно нет процентов 20 просто не громко говорят если вы по чату рулетки чат рулетка это ну не та аудитория да где можно ну средств делать по всей россии почему но в чате рулетки в основном люди которые грубо говоря нет интересов личных да там допустим вот я одна да у меня нет детей у меня нет мужа там я допустим там раз в месяц выхожу в чат рулетку болтаю и в основном как бы просто скоротать вечер а в основном это люди которые выпить и вот посидеть и вот с кем то поговорить определенного уровня образования люди и так далее я в чат рулетки достаточно много людей вижу которые против войны которые понимают что со страной творится ну какой пиздец мы ходим я знаю что вы не любите материться но как бы все все прекрасно понимаете проходит те люди у которых есть семья дети так далее то есть четверо лет они не заходят они занимаются своими делами и так далее стараются как-то пытаться жить более-менее нормально и так далее как бы я заметила что те города где есть воинские части они больше подвержены у нас томский за так я может за две недели одну за так увижу на машину а томска томск 7 он не умеет томск 7 почтовый сейчас северска называется там есть военная часть но они как бы военная часть их обеспечивает только охрану вот города там я туда нужен закрытый город до сих пор как бы там не бываю может быть там что-то у нас только на знаете на машинах дпс ников полиции там за это не на всех и на спецавтохозяйстве и у нас допустим на мусорках языки это самое место вот и я был через год по хотела бы переехать в другую город но во первых я сейчас понимаю что в сибири побезопаснее будет во вторых я понимаю что и практически все южные города там воинские части и там вот этого за это общество больше потому что чем дольше война тем больше родственников у частных участных к войне и знаете даже как снежный ком да там один потерял брата собрата там и так далее семья и вот они вот ну как бы и в украине то же самое же происходит поэтому там такое вот чем дольше война тем это вы больше распространяется вот именно такого участия на в украине ладно люди теряют родственников своих там погибающих за свою родину правильно а тут за что тут непонятно я сейчас вот если военно встречаю я говорю езжайте домой в семью вас там лучше ждут типа какого хера вы делаете на территории другого государства больше у меня для них слов нет ну да вы хотите чтобы я вас выставил на канал я замажу вам лицо да нет я думаю что с одной стороны я бы знаете хотела наверное чтобы вы показали может быть какой-то выпуск вот вы все равно наталкиваетесь на таких людей как я да все равно есть какой-то такой выпуск где вы понимаете ну как бы что таких людей как мы не единицы но они есть я думаю что чем больше вы в части летаете чем чаще вы наталкиваетесь на таких как я люди более-менее война доходит у меня сейчас одноклассник в краснодаре и я ему вчера помогала искать билеты до томска но это просто ужас же там аэропорта закрытые и он я только я понял что война только там в краснодаре потому что там летают самолеты сигареты тухнет когда самолет пролетает над головой военный я к война вот вот для меня вот этот самолет он несет смерть вот для меня каждая ракета каждая большая вот зеленая машина это смерть людей не вернешь через два три пять десять лет все равно это все закончится переговорами какими-то какими какой-то бумажкой а людей не вернешь это все очень страшно а россия все дальше отъезжает отъезжает ну да так вы не возражаете я вас закрою и выставлю на канал выставляете да я не возражаю таких людей на самом деле таких людей которые ходят в магазины которые вводят детей в садик и их там гимны теперь учат на это они сделку с государством идут но тут старается сделать так чтобы ну вот ребенок у коллеги ребенок когда только война там началась там где-то в марте в апреле в мае он там типа этой страны скоро не будет ну типа украины а буквально месяц назад он как мам знаешь что я хочу но там что-то перечислил очень хочет и чтобы быстрее закончилась война ребенок спустя полтора года 11 до людей потихоньку доходит знаете как не через голову через что-то другое и я думаю что путин своими вот этим вчера навал да и да там очередной спич чем больше он таких спич будет говорить тем больше людей по нему что это человек живет другой реальности и больше чем больше у него будет таких проколов люди начнут разочаровываться так многие даже даже заточники его уже раскритиковали вот чем чаще он говорит пусть он чаще говорит и он покажет в какой реальности какую чушь он несет к сожалению это многие люди если не большинство понимает но опять же понимает что инструментов для борьбы с этим нету в россии на сегодняшний день да да с этим но даже вот я смотрела вчера был эфир каца с венедиктовым говорит нам нужно позиции всем объединиться и голосовать против идти на выборы стратегия если нет антивоенного кандидата ну 99 процентов что его не будет портить бюллетень либо там если будет антивоенный кандидат то за него голосовать не важно кто это главное и как бы и оппозиция чтобы было что путин это равно война ну как бы что такое вот венедиктов говорит не надо ходить на выборы все равно он будет читать голоса поза короче в итоге то есть оппозиция даже не может объединиться то есть получается кат с ходорковским еще с кем-то короче у нас фбк только как всегда а я навального считаю и узнать у нас так если ты против путина значит и за навального я не за навального навальный по моему мнению такой же как и путин либо я либо никто типа я самый главный в оппозиции я ни с кем договариваться не буду хотя на самом деле для того чтобы сильнее держать удар нужно объединяться но это на мой взгляд в этом плане команда навального себя не очень красиво ведет ну как бы таких как я кстати очень много им пишут в соцсетях что типа чё вы дружите как-то везде враги и что-то между собой серитесь когда нужно реально объединяться ну да ну да хорошо ладно давайте побегу я дальше вам успехов привет сибири передавайте давайте счастлива моя землячка считаете против войны вот но естественно я закрою лицо но хочу чтобы посмотрели потому что на самом деле я не согласен что процентов 20 поддерживает я согласен что процентов 20 громко кричат об этом но еще поддерживает огромное не не буду судить о процентаже потому что на самом деле у меня такой статистики нет ни у кого и из того что я наблюдаю не только в тисчат рулетки естественно вот из средств массовой информации там из в общем без очень широкого круга информационного и а также людей с которыми приходится общаться я все-таки считаю что большая часть львиная часть поддерживает путина не то что войну да они же они же все говорят нет мы против войны но у нас не было другого выхода поэтому мы поддерживаем и против войны знаете вот это вот на самом деле за войну конечно в результате то получали ну вы все сами слышали но спасибо вот спасибо вот таким россиянам за то что они все-таки находят себе силы мужества оставаться людьми и и и